Путь из дома на работу для Максима Кузянина всегда был полон приключений. Молодой человек ежедневно по два часа утром тратил на дорогу с пересадками. Теперь добирается туда на так называемом М-Шатле. Экономит не только время, но и деньги. Вчера я первый раз попробовал радиоту, купил транспортную карту. Выглядит вроде удобно. Я еду с Зубчининовки, с кинотеатра «Луч» до торгового центра «Захар». Мне показалось комфортнее, чем ехать в набитой маршрутке, делать пересадку и опять за это платить. Для удобства жителей на дорогах Самары курсируют шаттлы-автобусы. Они забирают людей с остановок общественного транспорта и подвозят к подземке. Пока маршрутов четыре. От ЖД-вокзала с пересечения Пензенской и Владимирской до метро Московская. От кинотеатра «Луч» и общественной остановки «Магазин» до станции «Юнгородок». Долго ждать шаттлы не приходится. Они курсируют каждые 10 минут. Утром с 6.30 и до 9.30 и вечером с 16.00 до 22.00. Много положительных отзывов на работе маршрута. Люди очень рады. Особенно заводы здесь, кузнецов. Все прям очень-очень-очень. Особенно еще тем, кому далеко ехать на метро. Все люди очень радуются. Все говорят спасибо. И надеются, что это будет работать на постоянной основе. Уважаемые пассажиры, для владельцев транспортных и социальных карт в рабочие дни в неделе работают специальные автобусные маршруты в рамках проектора «М-Шаттли». Для проезда в шаттли и в метро нужно приобрести единый билет за 29 рублей. На каждой станции метро установлен специальный турникет с опознавательным знаком, которому нужно приложить транспортную карту. Деньги с нее списываться не будут. Для удобства граждан на каждой станции дежурит консультант, который поможет разобраться в особенностях системы. За первую неделю работы проекта «М-Шаттл» количество пассажиров увеличилось в два раза. Наиболее популярный маршрут от кинотеатра «Луч» до станции «Юнгородок». Его использует 60% пассажиров. Еще одно преимущество – движение автобусов «Шаттла» синхронизировали с расписанием движения метро. «Когда первые маршруты запустились в Твиттере, которые просматривали обращения, которые были, говорили о том, что недостаточно информационной работы, которая проводилась. Учитывая это, мы, начиная со вторника, 4-го числа, у нас громкоговорящее оповещение каждому поезду по каждой станции метрополитена проходит. На каждой станции в районе кассы выведены информационные листочки о маршрутах, о порядке проезда, об условиях проезда. И сейчас на данном промежутке времени работаем железнодорожным вокзалом для того, чтобы там еще разместить информацию для пассажиров, которые приезжают на пригородных электропоездах». Городские власти продолжают изучать востребованность маршрутов и не исключают, что позже их количество может увеличиться. А пока за движением «Шаттлов» можно будет следить через приложение «Прибывалка-63». Елена Малютина, Сергей Баскин. События.